Всем привет, друзья и гости канала! Мы продолжаем с вами играть на карте Рассвет 2. У нас сегодня будет с вами большой день, потому что большое поле вот это вот нужно будет убрать все. Вот как вы видите, что мы справляемся. Ездит у нас здесь газон с прицепом. Вот я подцепил вот этот вот Камазовский прицепчик, и теперь у нас газон тягает с трудом, конечно же, но тягает там 20 с лишним кубов силоса. Вот, плюс ко всему же здесь у нас с вами стоит и ЗИЛ. Вот, ЗИЛ тоже работает. Давайте мы в него сейчас переместимся. Вот он. Наращиваются борта у него, вот такие вот вы видите, да, и силоса у нас здесь помещается 15 тонн. В общем, работают наши работники, что здесь, что там, и у нас Иваныч работает на комбайне. Вот, ну и если мы посмотрим вот это вот поле, то взгляните, мы убрали с вами вот такой вот небольшой кусочек только, да, плюс еще вот созревают два поля. И уже на силосной базе у нас там что-то, то ли 150 тонн, ну, короче говоря, очень много силоса. Я уже буквально в предвкушении, когда у нас появится этот самый силос, и мы начнем его с вами продавать, и начнем зарабатывать на этом просто, ну, кошмарные деньги какие-нибудь. Миллионером станем сразу же. Так, ну, это будет все потом. Вначале у нас с вами здесь вот тоже есть работка. Я приобрел вот такую вот селку. Довольно-таки занятная селка, смотрите, да, вот такая широкая. Состоит она из трех секций. Вот, называется червона зирка. Ну, и мы сейчас на этой селке с вами попытаемся поработать. Дело в том, что, опять же, у нас с вами есть поле номер один, которое уже обработано. Ну, в смысле обработано. Там поездил Т-150, вы помните, с нашим огромным культиватором 10-метровым. С трудом, конечно же, но он все-таки поездил. Так, ну, тут у нас опять та же самая петрушка. Вот, застреет наш казахстанец в грунте. Ну, выезжается, что самое главное. Вот, и это поле огромное обработано. Осталось только теперь удобрить его и засеять. И вот насчет того, чтобы удобрить. Так, давайте мы... Что это у нас? У нас тут ее сложить, разложить. Нам нужно опустить колесо и транспортировать. Вот так вот. Вот, вы прекрасно знаете, что у нас есть газ, который ездит с удобрением, все удобряет. Но вот эта вот селка позволяет сразу же заправлять. Мало того, что семена, так еще и удобрение. Вот, и мне интересно посмотреть, как же эта селка работает. Вот, никогда я раньше этого не видел. И сейчас мы с вами это все осмотрим. Проверим, так скажем, на поле. Заправим сейчас, потом смотаемся, заправим удобрение и взглянем, получится ли у Костика работать. Вернее, сначала пускай у нас поработает Петрович. Если не получится, если он не поймет, что здесь и удобрение, и семена сразу же. То, ну что же, тогда мы с вами попросим Костика. Костик все поймет. Вот, вы помните, что в прошлой части у Петровича возникли проблемы с этим культиватором огромным, да, на Т-150. Он доезжал до конца поля и не знал, что ему дальше делать. То ли ехать, то ли нет. То ли застрять, то ли вздремнуть. Вот, а когда я объяснил Костику, что да как, на пальцах буквально, Костик вскочил в седло и погнал. Без всяких вопросов. Он обработал вот это вот, вон он то, вы видите, да, огромное все поле. Притом, довольно-таки бодро он его обработал. Вот, конечно же, тем культиватором, который у нас с вами был, мы бы его обрабатывали, наверное, в день, а может быть, еще больше. Трехметровым. Так, ну что же, давайте смотреть. Вот оно пошло, смотрите, да, вот у нас пошло удобрение. Так, хорошо. Удобрение это хорошо. Плюс ко всему же, я так думаю, что, смотрите, она вообще у нас универсальная. И лук сеет. А что у нас? Канола. И помидоры она сеет. И морковку садит. И подсолнечник. И картофель даже, офигеть. И свеклу. Но это совсем уже как-то, как-то, прям такая универсальная селка. Вот зачем тогда выдумывать какие-то другие селки, если это все может, да, буквально. Ну ладно, нам с вами сейчас нужна канола, потому что на складе у нас не очень-то ее много. У нас буквально 500 тонн ячменя, 300 с лишним тонн пшеницы, а вот с канолой у нас как-то не срослось. Поэтому мы сейчас ее поставим. А, погодите, мы же можем вот это вот тоже у нас... Не высеяно. Ну, не высеяно, но оно, к сожалению, уже удобрено. Вот в чем проблема. Ладно, пускай. Пускай это мы с вами каким-то другим... Посмотрим вначале, как эта селка сработает. Если не получится с удобрениями, то тогда мы можем эти самые удобрения просто не вносить, да и все. Работать только с семенами. Вот, а сейчас хотелось бы все-таки и то, и другое попробовать. Два в одном. Ну и как мы видим с вами, действительно, селка не то, что два в одном, это десять в одном получается. Так, это нам сигнализирует Гриша, который на песке все работает. Потихонечку, понемножку, но приносит нам с вами... Ну, и также будем наведываться к нашим Костикам, потому что Костики с Иванычем вот все время норовят там тихоря стопочку раздавить. Все, как-то останавливаются, в посадке куда-то там заезжают. Короче, за ними нужен глаз да глаз, нужно посматривать, чтобы лишнего чего-то там надерутся так, что потом... Или не уберут, или вообще уедут куда-то, непонятно куда. Ищи потом, свищи их. Так, ну что же, вот оно, наше начало нашего поля. Так, хорошо, и я что-то как-то вижу, что поработал наш, взгляните, поработал наш... Кто я там говорил? Петрович, да? Вот, Костик работал, да? Костик. Вот, я вижу, что Костик включил создание полей. Вот, и теперь у нас такое вот поле, взгляните, да, с такими вот заездами. При том, что интересно, смотрите, вот здесь вот у нас создание полей было отключено, да? Вот оно. А там включилось. Ну ладно, ничего страшного, мы с вами можем проехать и подровнять это самое поле. Не вопрос. Так, ну давайте смотреть, что у нас с вами есть. Во-первых, Left Shift плюс 0. Это мы с вами выбираем удобрение сплошное, выборочно, и удобрения нет. Ага, вот. Уже хорошо. То есть мы можем эту селку удобрения понапрасну не использовать там, где уже удобрено. Это здорово. Это мне нравится. Разложить. Ну давайте. Вот мы видим, да, что колеса опускаются, те поднимаются. Так, хорошо. Дальше тут больше вроде бы как ничего нет у нас такого, эдакого. Это что такое было? Так, посмотрим. Вот сюда нам кажется нужно будет подъехать, да? ГАЗ-53 необходимо заправиться. Хорошо. Вот, мы видим, что открыть переднюю крышку, открыть заднюю крышку и рабочий режим у нас с вами есть. Давайте откроем переднюю крышку. Я не знаю, зачем это надо. Вот, ну, для красоты, наверное. Вот, чтобы видеть, что здесь у нас с вами есть. Вот, и рабочий режим. Это у нас... Ага, вот оно что. Выставляются тяги. Выставляется вот эта вот петрушка вся. Погнали. Поцепляемся и посмотрим вообще сможет ли он тягать, потом газ заправим. Такую бандуру. Но, по идее, должен все-таки гусеничный трактор, согласитесь. Должен, по идее, тянуть. Так, и... Вот, а не подровнять ли нам поле сразу? Да ладно, не будем мы этим заниматься сейчас. Вот, что есть, то есть. Канулка. У нас с вами пойдет здесь канулка. Давайте мы его поставим как-то поровнее. Вот, приблизительно так. Так, хорошо. Вот, и вначале, конечно же, мы попросим нашего многоуважаемого Петровича. Петрович, сможешь? Ну-ка. Да. Может, смотрите. Может, но что-то с удобрениями мне как-то не нравится. Вот эта вот штука. Ну-ка. Сплошную. Вот. Это у нас, конечно же, вот это вот выборочно, это у нас с вами на картошку. Было бы. Ну что же, здорово, мне нравится. Она работает. Вот, 17 тысяч я за нее отвалил. За эту селку, но она довольно-таки неплохая. Мы видим, что Петрович все понял. Все работает у него. Вот. Сеется. Греется. Удобряется. Все здорово. Так, хорошо. Перемещаемся дальше. Будем, конечно же, здесь тоже послеживать, посматривать. Вот. Денежки улетают у нас и за удобрения, и за посев сразу же. Ну, вот. Две-три таких селки, да. И... Или более быстрый трактор. И здесь все будет сделано. Так, ладно. Хорошо. Что у нас тут? Тут мы остановились. Там мы работаем. Вот мы видим, что Зил работает с Доном, вполне прекрасно себе справляется. Поэтому погнали. Мы высыпем сейчас. Высыпем все и съездим на заправку. Хотя, конечно же, сюда можно будет пригнать заправщик. Все равно у нас он с вами там стоит. Давайте, наверное, так и сделаем. Вот. Пригоним сюда заправщик. Вот. И будем наполнять уже вторую яму, потому что это скоро будет полное. Все равно нам придется сюда потом прокладывать курс. Вот. Ну и ямы, как вы помните, я вам говорил, что здесь довольно-таки объемные. Серьезные такие вот эти ямы для силоса. Не детские такие, да, так скажем. Так, высыпаем, высыпаем. Вот. Поэтому, чтобы их наполнить, придется, конечно же, постараться. Но я имею в виду, что, да, мы-то их наполним в любом случае. Я имею в виду, что трудно будет нашим автомобилям переезжать через вот эти вот кучи. Заезжать на них. Вот. Смотрите, да, уже практически завяз. А ведь это такая вот кучка небольшая еще. Вот. Но зато потом будет силоса. Ох, и силоса у нас с вами будет. Да. Колхоз-передовик по производству силоса. Вот что. Ну и свиней, да. Вот. Свиней и силос у нас с вами основные культуры. Культуры, если это можно назвать культурой. Сферы деятельности колхоза. Так скажем. Так, зил погнал у нас. Давайте мы тоже поедем. А, ну да. Пускай подъезжает тогда этот, а мы сюда с вами заправщика пригоним. Зил пускай работает. Так. Вот здесь вот у нас немножко картохи было. Высыпаем все это нашим свинкам. Дальше. Вода у нас имеется. Зерно имеется. Все есть. Вот. Даже внутри вот навоза полные проходы уже. Ну, насчет навоза, да. Я помню, что я говорил. Где-то здесь мы с вами, возможно, будем делать тепличное хозяйство. Вот теперь уже настоящее тепличное хозяйство. Потому что, ну, с коровами как-то у нас там не пошло. То их потом не стало, то еще что-то, да. Вот. А свиньи, они стабильно дают и навоз, и мясо, и сало. И все дают стабильно. Ну, и рядом уже с навозом тогда я считаю, что стоит нам с вами поставить несколько теплиц. Единственное, что нужно будет решить, и где именно. Вот у нас поле вроде бы как простаивает понапрасну. Большое поле. Все поля, все равно, я так думаю, мы с вами не сможем обработать. Уж очень их тут много. Уж очень они большие. Поэтому, наверное, мы какое-нибудь из этих полей рядом со свинарником организуем под тепличное хозяйство. Такое вот. С десяток там теплиц у нас будет стоять с вами. Вот. И, как вы помните, в прошлой части мы начали работать на поле со свеклой. Вот эта вот штука З-319 у нас заработала. Вот. Сидорыч тут попинал ее, попихал, подкрасил, где-то что-то подмазал. Ну, и, в общем-то, заработала. Ботву я удалил. А потом вот нужно нам будет с вами убирать и свеклу. Но пока что, пока я хочу поработать с силосом. Все силы бросить на силос, так скажем. Вот. Ну, и мы видим, что вся техника у нас занята практически. Поэтому обождет еще немножко свекла. Мы обязательно с вами ее будем убирать. Но немного попозже. Так. Сейчас заправка. Работа дальше. Вот. И посмотрим. Посмотрим, на что мы будем с вами собирать уже теперь. Буквально завтра, я так думаю, что появится у нас очень много денег за счет силоса. Вот. Я думаю, что, возможно, мы с вами купим какой-нибудь... Не знаю, может, крутой комбайн какой-нибудь. Может, зарубежный какой-нибудь, да? Вот. Или технику обновим. Т-150, скажем, новенький купим. Только с конвейера. Посвежее того, который у нас с вами есть. Дека-700 тоже было бы неплохо. Чтобы тягать тот культиватор. А не людей смешить. Ну, увидим, короче говоря. Будут деньги, уже будем потом решать, что именно нам с вами взять. Так. Сейчас у нас заправка. Я помню, там была у нас проблема с этой заправкой какая-то. Я помню также, что я решал эту проблему. Тут что-то нужно было то ли нажать, то ли отжать, то ли еще что-то сделать. Так, ну, тут пока он нам ничего не подсказывает. Здесь только отцепить. Вот есть у нас. И сесть в машину, да? Вот. Я помню, что тут у нас должен шланг каким-то образом выброситься. Смотрим. Смотрим. Правый капот открыть. Заправочный шланг нам четыре. Мигалка холм. Так, смотрим. Вот он, шланг. Вылетел. Так. И... Заправим ли мы их? Да, вполне мы с вами заправляем. Смотрите. Сработало. Вот. Пускай пока здесь этот газон и стоит. Вы помните, что мы с вами его пригоняли на вот это вот поле, которое... Ну, с левой стороны. Застрял в пробке. Сейчас посмотрим. Ага, он там как-то решил вот так вот как-то почему-то ехать, да? Что у нас тут? Радиус поворота авто 16. Давайте меньше поставим радиус поворота. Явно лишку дал. Вот так вот. Вот, поехал. Хорошо. Собирается урожай. Все здорово. Так, давайте мы здесь продолжим. Здесь у нас все полым. Заправили. Ставим его сюда. Вот. И пускай дальше продолжает работу. Следовать за трактором. Ну да, скорее всего, уже зил сейчас наполнится, поэтому-то он сразу же и поехал. Так, хорошо. Это хорошо. Это мне все нравится. Дальше. Нам нужно с вами также поработать немножко на картофельном поле. Предлагаю, опять же, взять вот этот вот крутой культиватор. Буквально, буквально крутой. И несколько проездов сделать по этому полю мы с вами справимся. Вот. И тоже думать, чем его засевать. Или засевать, или, может быть, просто бросить под парами, что называется. Вот как в колхозах раньше делали, да? Вот. Год там, или сколько там стоит. Поле под парами. На нем ничего не ссадится, ничего не сеется. Отдыхает поле от культур. Вот так и мы, возможно, с вами сделаем. Потому что, ну, что нам упираться в поля какие-то, да? Если их и так у нас полным-полно. Так, хорошо. Потихоньку мы с вами, что называется, рассосали вот все дела, которые тут были. Кому-то что-то задали, кому-то что-то не задали. Вот. И я вижу, что у нас вон стоит немка. И буквально полчаса назад было сообщение с нашего миксера, что закончилась трава. Поэтому нам еще нужно будет задать работу и для ее, и также нам нужно будет собирать траву и отвозить на миксер. Буквально везде у нас будут проводиться работы, да? Смотрите. И сеем, и косим, и что-то только не делаем. Ну что, здорово тогда. Настоящий колхоз. Что тут скажешь? Кстати, вот эти вот мне подсказали. Ну, не знаю. Подсказали, что вот эти вот швеллера, да, вот смотрите, черные, да, служат для того, чтобы разбивать камни. Мне кажется, что они не для этого служат все-таки. Они служат для того, чтобы этот клуб все же обрабатывал почву, а не стремился вынырнуть наверх. И поверху просто гладить ее. То есть это как груз, утяжеление. Так, так как мы с вами знаем, что Петрович уже занят. Вот, поэтому мы будем вызывать сюда Костика. Это у нас поле, кажется, третье. Третье. Ф-3 маркерс. Вот, small markers. Так, хорошо. Дальше у нас юг. Где тут у нас юг? Где тут у нас что? Вот это вот юг, северо-запад. Да, северо-запад, восток. Генерируем. 10,5. Все верно. Вот, наблюдаем. Так оно и есть. Ну, да, я говорил, что с трудом дается нашему трактору. Поэтому все-таки придется нам с вами покупать К-700. Да и какое хозяйство, мне кажется, без К-700, да? Ну, это серьезная уже техника. Вот, каждый колхоз, каждый совхоз, наверное, мечтал иметь такой вот трактор. Крутой. К-700. Без этого даже и хозяйство, не хозяйство, а какое-то, не знаю. Дачное какое-то. Так, ну что, погнали. Костик сейчас подъедет, разложит и поедет. Я надеюсь. Так, встал. Проследим все-таки первые пару десятков метров, чтобы не было потом. Вот. И что тут у нас? Включить создание полей. Выключено. То есть, все верно. Выключено, как оно и должно быть. Ну, и вот мы видим, что прекрасно он работает. Вот. Так же и дальше он будет там разворачиваться, поворачивается. И довольно-таки бодро это поле мы с вами обработаем. Может, что-нибудь посеять? Какую-нибудь морковку здесь, а? К сожалению, морковку здесь не принимают. Мы ее посеять можем. Может, даже сможем убрать каким-то образом. Вот, вызвать пенсионеров, да, вот. Что-нибудь им пообещать, чтобы они вручную выкапывали. Но, к сожалению, продавать ее здесь просто негде. Не принимают морковку. Так, ладно. Здесь у нас что? Костик у нас решил немножко вздремнуть. Как всегда. Может, радиус поворота ему поменьше сделать, да? Вот, поехал. Дальше. Зил у нас где? Зил у нас все верно. Высыпал, стоит, отдыхает. Вот, следовать за трактором. Погнал. Вот. И я хотел, хотел я, конечно же, сюда так же доставить и К-700. Вот. Но это будет слишком долго. И, наверное, я буду делать это за кадром. Вот. Поэтому мы просто сейчас с вами сбегаем, посмотрим, сколько же у нас там уже силоса. Вот. Я как фермер просто, ну, не могу ни на это. На это не посмотреть. Вот. Это же деньги, да? Это деньги мои. Каждый раз сюда прихожу, смотрю, цокаю языком, радуюсь жизни, делю шкуру неубитого медведя, ну и так далее. 47. Вот. 47 это значит, что все-таки 600, не 900. Я почему-то думал, что здесь 900 тонн влезает в эти ямы. 600. Стандартно. Короче говоря, ну что уже, стандартно, ну и ладно. Мы с вами видим, что вот если мы посмотрим на это поле, вот смотрите, мы убрали меньше половины. Но уже первую яму до половины заполнили. То есть это будет вот две ямы с половиной, наверное. А теперь представьте, вот это поле, а еще и это. То есть все ямы будут полностью заполнены. Офигенно, да? Сколько тут у нас? Раз, два, три, четыре ямы по шесть. Офигенно. Просто офигенно. Да. Так, ладно. Это мне уже нравится. Так. Здесь развернулись, поехали назад. Все красиво. Дальше здесь проводится посев канолы и сразу же ведется удобрение. Тоже все здорово, все прекрасно. Ну и последний трактор, вот он наш стоит. Поработали мы на ботве с вами, на свекольной. И делать ему тут особо пока что и нечего. Ладно, пока что пускай отдыхает. Здесь работа идет. Здесь стоим. Здесь вот-вот пойдет на подъезде. Вот. И песочек наш с вами продается. Ну что же, все прекрасно, все здорово. Здорово, когда все работают. Никто не отлынивает. Поэтому я буду на этом с вами прощаться. Встретимся в следующей части. Продолжим работу. Вот. И возможно будем также с вами убирать свеклу. Ну и планировать. Да. Вот самое интересное, пожалуй, это планировать, что же мы будем покупать, когда будем продавать уже этот силос. Ну, до этого еще пару дней. Всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.